МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весь день ехали и, наконец, приехали. Мы в Бурзянском районе, деревне Старо-Субхангулова, на туре настоящая Башкирия. Вот она вокруг. Посмотрите, какая красота. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, Бурзянский район. Первая ассоциация в главе – это, конечно же, бурзянская бортьевая пчела, башкирский народный танец, бурзяночка и располагающаяся здесь капова пещера – шульганташ с рисунками эпохи Палеолита. Согласитесь, уже по этим первым ассоциациям становится ясно, что бурзянскому району есть, что предъявить туристам. По данным переписи населения 2010 года, 96% жителей бурзянского района – башкиры. То есть это башкирский монорайон по своей культуре. Сам топоним пошел от названия бурзян – родоплеменного образования в составе юго-восточных башкир. Еще одна интересная цифра – 86% поверхности территории района покрыта лесом. Горы, леса, река Белая сделали бурзянский район излюбленным местом турсплавов не только жителей башкирии, но и любителей активного вида отдыха со всей России. Но сегодня мы рассказываем о зимнем туре «Настоящая башкирия», поэтому предлагаем взглянуть вам на другой бурзянский район. Новым взглядом – на реку Белую, скованную льдом, на лесистые горы в снежных шапках, на поля искристого и слепящего снега вокруг, на жителей района, которые знакомят гостей с неторопливым укладом жизни в башкирской глубинке. Идеальное место для тура с погружением. Этнатура «Настоящая башкирия» мы начали с 2018 года. Автор этого тура является Артур Игельбаев. То есть мы практически все это совместно организовали. И на следующий год Этнатура «Настоящая башкирия» она заняла гран-при в Всесоюзном конкурсе «Маршруты года». Дело в том, что мы его открыли зимой на базе турбазы Капу-Бурзянском районе. Летом приезжает башкирия из-за природы, в основном, да, это экотуризм. А вот именно этнику можно спокойно обстановке нормально показать зимой. Особенность туров – погружение в этнику башкирского народа. То есть немного туров, где туристы, которые приезжают из другого региона, по-настоящему погружаются во все башкирское. То есть тур идет три дня. В течение трех дней наши гости, туристы, полностью погружаются в башкирскую этнику. То есть они переодеваются в башкирские одежды. Три дня у нас питаются только башкирскими блюдами, которые не повторяются. Жили мы на турбазе Капова-Тур с интерьерами юрты, висящие на стенах шкуры животных, лук и стрелы. Не успели мы отогреться, а тут уже слышны звуки курая. Азат Бекчурин рассказал о башкирском музыкальном инструменте, который всегда изготавливается персонально под руку того, кто на нем будет играть. Акурая. А у меня вот первый вопрос гостям. Как вы думаете, как называется это растение? Курай. Курай. Правильно, откуда вы знаете? Обычно путают, его называют борщевиком, но борщевик – это ядовитое растение. А это вот по-научному называется уральский реброблодник. На кирбе и флаге республики Башкортостан изображен именно цветок этого растения, который символизирует дружбу всех народов, проживающих в нашей республике. И теперь на ваших глазах я сделаю небольшое чудо. Из этого трясняка я сделаю музыкальный инструмент. Курай. Да, сейчас, Айоныч, где ты вырос? В лесу. Для чего? Чтобы играть? Для кого? Ну, скажем, для наших гостей. Мы определили длину нашего будущего инструмента. И дальше по определенным технологиям делаем пять отверстий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, то есть это традиционные пять отверстий. Вот я сейчас с вами сыграю мелодию, там как бы модернизировал, добавил еще отверстий. Можно играть мировые хиты, классику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Участвует в мастер-классах по башкистским музыкальным инструментам, башкистским танцам. Мы рассказываем, что означает каждое блюдо, как оно готовилось, почему оно готовилось, об образе жизни, о традициях, о культуре, костюмы, что означают. На следующий день мастер-класс начался еще за завтраком. Артур Мирасович Идельбаев рассказал об истории лука и показал гостям, как правильно из него стрелять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три вещи, то есть у совершенства самого лука, появился кривой, сложносоставной лук. То есть до этого, если луки были примерно, как сейчас вы привыкли видеть, английский лунг-бол, длинные луки, да, они просто индейские луки, то вот кривой, сложносоставной лук появился и распространился с нашествием лунг-татар. Первое – это усовершенствование лука. Второе – усовершенствование стрельбы из лука, тактики стрельбы из лука, то есть тактики ведения в бой с использованием лука. И третье – это тренировка своих воинов с детства, чтобы они тренировали те мышцы, которые задействованы стрельбой из лука. И мир завоевали не монголы-татары, мир завоевал монгольский лук. Оказывается, кроме аркана и кроме лука и стрел, рядовой монгольский бой не имел вооружения вообще и ножа. Имели сабли только знать. В фильмах последних лет показывается, что кроме стрельбы из лука, якобы были там сабельные сражения и так далее, монголы, да, все это чушь. Монголы, в принципе, не соприкасались со своими врагами в контактном бою. Они его избегали. Утро начинается на лошадях, переодевшихся в костюмы. За полтора километра от базы проводится мастер-класс и турнир стрельбы из традиционного башкирского лука. Перед этим мы рассказываем, естественно, о башкирском луке. Катаются на лошадях. Кто не умеет, значит, под руководством инструкторов учатся. И кочевнические игры, в том числе бой с мешками, проходит турнир. Таким образом тоже погружают в светнику. Идут в башкирскую баню с башкирским массажем, с медвежьим жиром и медом. Катаются на лошадях, стреляют из лука. Акцент это приехать в Башкирию и увидеть настоящую Башкирию. Сначала, значит, каждый постреляет по три, по пять раз. Потом сделаем небольшой турнир. Ну и как башкиры проводили свое время. То есть это, конечно, лошади, это бои с мешками. То есть особенность тура – это как раз подчеркнуть индивидуальную особенность нашей республики. Вообще тур «Настоящая Башкирия» – он только зимний. Зимний, потому что в зимнем туре больше охвата. Такая башкирская зима уникальная. То есть в европейской части России такой зимы нет. Люди скучают по снегу, по настоящему морозу. И здесь мы можем совместить все. Чистый белый снег Бурзианского района, свежий воздух, вкусную еду настоящую, натуральную, без всякой химии, приготовленную добрыми руками. Гостеприимство, зима, мороз, снег – это делает тур таким еще особенно с изюминкой. Зимний сезон проходит примерно около 5-6 заездов. Сейчас на данном этапе практически население республики, да и население нашей страны практически не знает, что можно отдыхать и в зимний период. То есть вот эта вот культура отдыха у нас практически, у нашем населении не сложилось еще. Вот это доказательство того, что в зимний период можно замечательно отдохнуть, получить очень большие впечатления. Характерная особенность любого тура – это эмоции. Зима дарит свои эмоции. Лето понятно, летом хорошо, комфортно, жарко, холодно, комары и все такое прочее. Зима – это особые эмоции. И они не так часто нам дают, честно говоря, возможность их проявить. Поэтому этот тур, именно зимний тур, он запоминается лучше. Потому что именно вот эта чистота, этот воздух, возможность погреться у костра. То есть вот даже сегодня, да, морозный день, холодно, щечки горят от холода, носики горят от холода, мы бежим к костру, пьем горячий чай на холодном воздухе. Это такой диапазон ощущений, который летний тур не даст столько. То есть здесь именно вот зима дает вот этот вот спектр, да, контраст, спектр эмоций, спектр ощущений. И вот именно этим колоритен зимний тур. Поэтому, если говорить о сложностях, то скорее это не сложности, а возможность именно себя реализовать, себя проявить, почувствовать вот эти контрасты, весь спектр вот этих ощущений каких-то. И катание на санях, вот эти вот зимние игры на… А сейчас мы будем заниматься боями с мешками, вот. Они как-то вот зимой лучше проходят. Вы только посмотрите, мы едем по реке Белой на санях на настоящий сабантуй. Будем пить чай, стрелять из лука и кататься на лошадях. На санях добираемся до места проведения наших спортивных состязаний. После мастер-класса каждому не терпелось попробовать себя в деле, то есть с луком в руках. Опа! Наш азарт на морозе только разыгрался. И следующее испытание – бой с мешками. Опять же думаешь, хорошо, что снег вокруг. Падать не так больно будет. Желающие могли прокатиться кружок на лошади. Тут тоже свои нюансы. Лошадь по снегу идет сложнее, медленнее. Да и вообще, зимой в лесу даже валяться в снегу прикольно. Не говоря уже о том, чтобы глотнуть на морозе ароматного травяного чая, погреться у костра и просто постоять и полюбоваться на белизну вокруг. Такие зимние забавы из детства. Игра на свежем трескучем морозе с чистейшим сладким воздухом, липким снегом. Пока не устроишь себе такие зимние выходные, зима как будто и не начиналась вовсе, а как будто проходит незаметно мимо. Я уже четвертый раз в Башкирии, второй раз зимой. И я просто в шоке от красоты, которая здесь. Очень много снега. В Астрахани нет снега и зимы вообще. Нет деревьев и лесов вообще. Поэтому для меня это такой восторг. И я на самом деле уверена в том, что возвращаясь и делясь впечатлениями, я смогу впечатлить, влюбить в Башкирии очень многих астраханцев, вообще жителей юга. Для нас это какой-то новый опыт, тот, который мы не испытывали. Это всегда очень интересно. В те несколько разов, которые я была, мы на самом деле с коллегами из других регионов ввели свой термин, который называется «внутренняя Башкирия». Это душевность. Когда ты сюда приезжаешь, ты погружаешься в тотальную заботу, в тотальное гостеприимство особое, которого нигде не встретить. Вот сравнивают, да, говорят, что Башкирия – это якобы такой второй Кавказ. Нет, абсолютно нет. У вас по-другому выстроено гостеприимство. Ваши горы сами, они другие. Это очень мягко, очень обволакивающе. И ты можешь здесь быть кем угодно в своей жизни, но когда ты оказываешься вот в этом обволакивающем гостеприимстве и уюте, ты чувствуешь себя частью этого места. И мне кажется, в этом и есть особенность, что ты не чувствуешь себя здесь чужим. Ну, Астрахань вообще много национальный город, поэтому для меня национальный колорит, он не в новинку, но те моменты, которые есть здесь, их нигде не встретить. Ну, Курай – это невероятно. Башкирские лошади – это невероятно. Кумыс – это невероятно. И вот всё, что связано именно с особенностями вашего этноса, башкирского этноса, это нигде не встретить. Поэтому даже если в Астрахани башкиры будут что-то делать, это будет не так, потому что здесь сочетание людей, сочетание места, сочетание традиций, оно даёт вот это вот какое-то невероятное этническое ощущение того, что ты в гостях, тебе очень хорошо, тебе очень комфортно, тебе красиво, потому что и внутри, и внешне вот такая эстетика очень крутая. И вообще надо ехать в Башкири круглый год, потому что вот в этом же месте, я была летом, мы сплавлялись по реке Белой, теперь я вижу её белой, да, в снегу, и это совсем другие впечатления. Летом ты приезжаешь и видишь эту красоту зелёную, запахи, травы, вот это вот всё, как-то проникающее в тебя. А зимой ты приезжаешь, и у тебя просто глаза, они настолько вот этого ослепляющего снега с ума сходят, что сюда нужно ехать, мне кажется, и зимой, и летом, и это всегда будут, даже если ты повторно приезжаешь зимой, это новое уже впечатление, то есть каждый раз это всё по-новому. Зимний тур «Настоящая Башкирия» подошёл к концу. Теперь я хорошо понимаю тех, кто зимнее подлечение предпочитает летним. Контрасты совсем другие, температура. Путешествуйте по краю родному, даже зимой. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ